Тьму воспевает историю народного духа. Его книга «Душа неизъяснимая» — это кладезь народной памяти, это наша новая голубиная книга, которая поможет нам всем удержаться даже на краю пропасти. Выстоять и победить. Своим зорким оком писатель видит горькую правду нынешней жизни, предсказывает нам всем спасение. Воистину, он тайно видит слова «Кудесник духа», народный писатель. По мнению Личутина, когда-то Русич был двайвером, но в эту расщелину пролез прельстительный марксизм и разорвал нашу душу на три части, загнав христианское, миролюбивое, небесное в самую темень естества нашего, а язычество подавив атеизмом. Творчество Личутина в свое время я отнес к прозе московской школы «Поколение сорокалетних» А. Ким, В. Маканин, В. Крупин и Д. Р. С этим направлением Личутина сближал интеллигентный герой Тимофей Ланин из повести «Крылатая Серафима» и Д. Р., отличающейся амбивалентностью сознания, отсутствием веры, идеей, погибающей от рефлексии и эгоцентрического мазохизма. Повести Личутина «Последний колдун» — 1979, «Формезон» — 1981, «Домашний философ» — 1983, можно сопоставить с «Белкой» Я. Кима — «Живой водой» В. Крупина — «Предтичи» В. Маканина. В «Последнем колдуне» впервые в творчестве Личутина появляются особые типы искателей духовной правды, справедливости, обладатели сердечного зрения, летописи с Феофан Солнцев и названный «Последним колдуном» Геласю Нечаев. Они пытаются понять смысл происходящих разрушений в традиционной деревенской жизни, обращая свои вопросы как к прошлому, так и к моральным абсолютам. В повести появляются иносказания, притча, символ, которые придают повествованию об общей на философский оттенок. Заключает хронику поморской деревни повесть «Формозон», в центре которой находится образ страшного человека, братоубийцы Мишки Криня, вернувшегося на место давно совершенного преступления. «Формозоном на севере называли дьявола», — пояснял сам автор, несущего удачу в делах, фартового дьявола. «И мне хотелось показать одного из современных бесов, понять, как в нашей действительности они могли возникнуть. Это роман о формозонщине, кое принимают нынче самые невероятные формы, более чем сложные, несуразные, порой исключающие всякую логику. Хроника, автор которой мечтал воссоздать незамирающую стихию страстей, круговорот жизни, завершается русской дьяволядой, фантасмагорической картиной победы бесовщины. Роман «Любостай», 1987, продолжает городскую тему в творчестве Личутина. Он посвящен судьбе модного писателя Бурнашова, который поклоняется лишь матери сырой земли и своему народу. Прототипом героя послужил его друг исторический писатель Дмитрий Балашов. Следуя этим убеждениям, он живет в деревне, женится на крестьянской дочери, но не может обрести покоя, сосредоточенности, мудрости и смирения. Его душа находится в руках дьявола «Любостая», который разрушает его семью, карает смертью его ребенка, мучает до гробовой доски и самого героя. Моему северному земляку, давнему другу Владимиру Личутину 13 марта стукнуло 75 лет. Но держится еще северной хватки мужичонка, топорщица, не сдается времени, не откладывает перо в сторону. Дает еще прикурить и друзьям, и не другам. Характер ему, будто в наследство, оставил бывший поселенец его мест протопопа Аввакум, колючий, взрывной. Успел за свою жизнь здорово насолить и не другом своим, и даже собрать им по союзу писателей. Но кто-то должен и правду молвить? Он непредсказуем, как всякий воистину талантливый человек. Сказитель поморский, певец, минус обычно немощный человек, не способный к долгим переходу, и потому он странствователь, калика перехожей в памяти своей. У веселения душевные добычики позволяли себе в редкую минуту рост дыха. А потому и слала у себя в зимней золотице кривая бобылка, великая сказительница Марфа Крюкова ни для чего не способной, кроме вранья. Думаю, однодеревенцы чувствовали этот яркий талант, но в трудную поморской жизни не могли себе позволить такого и потому как бы не ценили. Так и ходили паломники, скитальцы по призванию, по северным деревням, неся в памяти страшные истории и веселые сказки, светлые были иные и любовные, с картинками баллады, песни и причитания. Жили в чужих домах, грелись на чужих печах, несли людям самородные слова, учили детишек сказкам, старинам, ничего почти не получая взамен. Вот и Борис Ашергин с юности обезножил и не мог продолжить дело своего отца, именитого корабельного мастера. Чувство особицы определило с малых лет Чеплыгина. Жидкий, как Борчонок. К деревенской работе не свычен. Разные причины выделения из поморского общинного уклада были у северных сказительниц и плачей, первопроходцев поморского печатного слова. Но добровольным становилось их странничество души, изнурительная та долгая духовная работа, начинающаяся в пору, когда выпадает писатель из народного знания, идет иной раз по сумрачным душевным тропинкам в поисках истинного вещего слова. Такое слово творили в народной поэтической цепи скитальцы по пространству души, добровольно оторвавшиеся от земли, от промысла, поразившиеся беспредельности неба. Владимир Личутин тоже странник по духу, но уже книжный странствователь, еще более оторванный и местом жительства, и образом жизни от вскормившего его народного знания. Подумалось, а может, и оставь его писателя не было бы, не оторви его жизнь от родного гнездовья, от привычных крестьянских дел. Да и Николай Рубцов не поповинно связан с деревенским домом, в детдомовской близи наблюдал он за занятиями крестьянских сверстников. Тут, по моему разумению, всегда без выбора было, есть и будет, или землю пахать, или стихи писать. Понимали то и в старину, в плаче бабы здоровые, работящие, с крепких хозяйств не шли. С другого боку глянь, в каждой деревне свои колдуны, знахари, сказители были. Не сразу поймет, оторванный от крепкого промыслового рода странник, что и в том великое разумение есть. Пространство души заполняется не домашними житейскими заботами, а памятью людской, небесным вышним светом, столь необходимым тем же добытчикам и пахарям. Не случайно народ в тягловых заботах своих не забывал продлять миру череду сказителей и певцов. Долговато Владимир Личутин подбирался к пониманию своего духовного странничества. Хотелось ему выглядеть помором, полноценным представителем хозяйственных мужиков, художественным этнографом северокрестьянского труда. Благо с детства обладал он художественной памятью. Уверен, быть бы ему где-нибудь сто лет назад первым в роду Личутинных именитым бахарем, сказочником. Нарос он в годы пятидесятые, когда на всякое душевное бахарство косовато смотрели. Пришлось ему газетными очерками заниматься. Не потому так пишу, что газетчиков недолюблеваю или социологию не уважаю. Пора нам понять наконец, каждый талант свою особенку имеет. Земляки мои Личутинские, Федор Абрамов и Виталий Маслов, вне социальной публицистики немыслимы. Ширгин же, скажем, или Владимир Личутин в своем пути хороши. Редкостный дар воображения, художническое образное мышление столь же необходимы для самоустроения народа, как и жесткая логика социального видения, яростное публицистическое его выражение. Не будем заменять либо побивать одно другим, сосуществует все это рядом. Поморье, эта область долгое время была как бы вне писательского взгляда, целый человеческий пласт оставался нетронутым в литературе. Поморы всегда жили на грани смерти. Оглядываясь на богатое прошлое севера, на бытовой и нравственный уклад жизни, Владимир Личутин раскрывает связь человека с миром. Образ родной земли у Личутина включает в себя и пространственное, и временное решение. Жизнь показывается в плавном, замедленном ритме, она заполнена и бытовой, и обрядовой реальностью, освещена языческими поклонениями. Сбрасывается бытовая шелуха, и возникает вдруг видение некоего кита как символа человеческого счастья. Сидит на старом китовом позвонке, как на стуле, такой же старый, вроде бы давно сгинувший по предыдущим повестям Михаил Крень, рассказывает свою притчу о ките в крылатой Серафиме Настасье, припоминает другую историю о том же ките, уже символико-реалистическую, Тимофей Ланин. О том, как в молодости Хрисан в Крень с Мишкой кита достали. Видится кит и в старости Михаилу Кренью, но уже никто, кроме завистливого чирка, ему не поверил. Кит для жителей вязет с нечто вроде Града Китежан, Беловодья, Крестьянской Счастливой Этопии. Были у Личутина и повести о любви, Иона и Александра, вдова Нюра, крылатая Серафима, домашний философ, Формазон. Любви к земле, любви к близким своим, любви к самому невзрачному человечишке, повести о сострадании и жалости. Когда Личутин приступал к исторической прозе, к романам «Скитальце и раскол», ему поначалу страшно было, не хватало сил, уверенности в себе. Читал исторические мемуары, брал у друзей книги по истории Севера, истории раскола. Случалась небольшая газетная заметка из истории. Века давала толчок писательскому воображению. Прочитал рукописную книгу Аланецкого священника Старовера Старкова путешествия по Аланецкой губернии, и вдруг ожил Старков, стал воздействовать на Доната Богошкова. Выстраивались пары чистых и нечистых, конструировался в голове Нейкиной в Ковчег. Он похудожнически субъективен, но и похудожнически ему к образу обобщаются до символов души. Чувствуя красоту обретенного им в родном северном крае народного слова, Личутин не зажимает его в угоду логике, не выхолашивает, равняясь на нормы современного культурного языка. Личутинское слово гуляет на свободе, не давая себя укорить и стреножить. Почему бедный язык городского образованного обывателя мы должны принимать чуть ли не обязательной литературной нормой? Искусственно не сделаешь нормой личутинский язык. Как пишет Валентин Распутин, чудный говор на родине Владимира Личутина, живой, гибкий, звучный, всеназывающий точно и сочно, каждой мельчинке дающей особое облачение. Но и кожные поры для его восприятия открыты были у сына этой земли и наследника этого богатства широко и приемно и насыщались, насыщались. Точка. Личутин прекрасно сознает, сколь драгоценный выдался ему дар и с каким секретом, чем больше пользуешься, выносишь на люди, тем больше прибывает. Чего же писателю искать еще? Занимательных сюжетов, заманчивых сцен, модного направления. Да, это было бы гибели для его таланта, это значило бы зарыть его в землю. По здоровой своей натуре он и предположений таких делать не мог. Измышлениями и направлениями занимаются те, кому Господь не додал, кто ищет, чем украсить свою неполноту. А Личутин по-поморски вяжет и вяжет плотную узорной нитью свой невот минус не для семушки, не для иной какой рыбки, а для русской души, любящей красоту и приветность, пытливость сказывания о себе. Более десяти лет отдал Личутин работе над своим главным романом «Раскол». Но и получился он на славу. Это воистину уже классическое творение русской литературы. Достойное завершение ха-ха века. Художественный взгляд на весь тысячелетний русский путь. Никак не могу представить Личутина пессимистом. Мне кажется, тогда бы он не смог написать ни строчки. Заиграет ключ радости и труда забьет. Иначе Владимир Личутин и не брался бы за перо вовсе. Поморы, промысловики или они, странники или духовные, всегда оптимисты. Конечно, главный его роман это исторический «Раскол», вышедший в девяностых годах. В десятых годах Личутин написал крайне своеобразный роман Мелиди Ротман. О русском мужике, от безнадежности решившим стать евреем. 2001. И психологический триллер о русском интеллигенте, сеющем повсюду смерть по неволе беглец из рая. 2005. Все же в десятку десятки я поставлю его новый чувственный роман о любви река любви. Думаю, этот роман нашего северного бэкаччо постепенно обретет своего читателя. Сразу хочу сказать, что я не собираюсь умолять ни былую дворянскую и разночинную культуру, ни большой стиль советской эпохи. Не собираюсь я и свергать потомственную интеллигенцию с корабля современности. Тем более вынужден признать, что гениальный прорыв был совершен на самом исходе крестьянской русской цивилизации, спасшими сопловцами затонувшей крестьянской Атлантиды. Ненадолго его и хватило. Не конец истории и не конец русской культуре. Но явный конец былому крестьянскому ладу, явный конец былым бердяйкам и тимонихам. Как ушла навсегда в прошлое великая дворянская культура, давшая нам Тургенева и Толстого, Пушкина и Некрасова, Гриба и Дова и Бунина. Так, пожалуй, с Владимиром Личутиным, последним из больших писателей великого прорыва, уйдет уже навсегда в прошлое и великая культура деревенского лада. Фото ru.wikipedia.org Читайте последние новости и материалы свободной прессы в социальных сетях Facebook, Twitter, ВКонтакте, Одноклассники, Google+, Мир Тесен и на страницах свободной прессы.